В женской консультации стационара нет, но именно с неё сегодня начинают рейд. Это учреждение с массовым пребыванием людей, так оно обозначено в документах проверяющих. Они внимательно осматривают состояние запасных выходов, пожарные комплексы, особое внимание сигнализации. Срабатывает система, загорается шлейф. Республикация может посмотреть, какой номер шлейфа относится к какому помещению. Всё исправно. В случае пожара сигнализация точно сработает. Решётки, которые стали причиной трагедии в больнице Раменского, посетителям женской консультации тоже не помешают. Данное помещение не оборудовано решётками на окнах, в связи с чем эвакуация может производиться и через окна первого этажа. В планах внеплановой проверки несколько десятков пунктов. Следующий объект – муниципальное общежитие. В трёхэтажке на парковый капитальный ремонт проходил несколько лет назад. Пойдёмте, пожалуйста. Первым делом на кухню, на стене подробные инструкции, как обращаться с приборами, как выключить и куда звонить в случае пожара. В течение суток шесть раз проверяют, на кухнях выключены виды. Кроме этого, значит, они делают обход здания, с улицы, нет ли каких-то подозрительных приборов и так далее. Планы на люминесцентной основе. С обычных печатных на такие высокотехнологичные их поменяли меньше полугода назад. В темноте жильцы легко увидят и запасные выходы, они оборудованы световыми табло. Автоматическая пожарная сигнализация тоже в наличии. Конкретно по данному прибору нарушений в режиме эксплуатации системы не обнаружено. Зато есть претензии к некоторым приборам первичного пожаротушения, так официально называют огнетушители. В этом помещении он давно просрочен. Давно просрочен. А, два года. В соседнем ремонтном, как объясняет комендант, тоже не все ладно. В щитовой вместо привычного наполнения следы недавнего застолья. Все, что должно быть за металлической дверкой, в открытом доступе. Изоляция давно износилась. Кабели высокого напряжения на обычные скрутки. Видим нарушение заляется. Вот непосредственно. Зато практически все документы есть в наличии. Нет разве что подтверждения противопожарной обработки стропил кровли. Они деревянные. Комендант обещает, в ближайшее время все замечания устранят. И представит прокуратуру недостающие документы. Юлия Абдулаева, Алексей Торжков. Для РТВ.